Воскресенье Братья и сестры, дорогая церковь, давайте все вместе скажем слава нашему Господу! Бог подарил нам прекрасное утро, воскресный день, и мы с вами в молитвенном доме. Это милость нашего Господа дана каждому из нас. В свое время Корнилий сказал апостолу Петру, ты хорошо сделал, что ты пришел, и теперь все мы присоим пред Богом. Для чего? Чтобы выслушать все то, что повелено тебе от Бога. Братья и сестры, и мы в молитвенном доме, и мы настроены для того, чтобы слушать Слово Божье и молиться нашему Господу. Но как у нас принято, друзья, мы первую молитву совершаем за Украину. И в этом есть большая необходимость. Мы знаем, что там большое горе, большая проблема, идет жестокая война. Гибнут люди с двух сторон. Люди уходят с этой жизни, непримиренные с Богом. А также много проблем, много беженцев, разрушений, гибнут мирные люди. И нас Слово Божье призывает, чтобы мы молились. И я прочитаю короткий отрывок, записанный в первом послании апостола Петра к Тимофею, 2 глава с 1 стихов. Итак, прежде всего, призывает нас Священное Писание, прошу совершать молитвы, прошения, моления, благодарения. И подчеркиваю, за всех человеков. И дальше, 2 стих. За царей и за всех начальствующих. Для чего? Дабы проводить нам жизнь тихую и безмятежную. Во всяком благочестии и чистоте. Ибо это хорошо и угодно спасителю нашему Богу. Который хочет, опять подчеркиваю, чтобы все люди спаслись. И достигли познания истины. Ибо один Бог, один и посредник между Богом и человеком, и человек Христос Иисус, предавший себя для искупления опять всех, таково было свое время свидетельством. Итак, Священное Писание нас, братья и сестры, призывает, чтобы мы молились за всех человеков. И дальше, за царей и за всех начальствующих. Почему? Чтобы иметь именно тихую и безмятежную жизнь. И в этом есть необходимость, друзья. И хочется, чтобы мы в этой молитве, первой молитве нашего служения, мы искренне помолились за Украину. Чтобы Господь сохранил там церковь свою, народ свой, молитвенные дома народа своего. И чтобы прекратилась эта война. Вспоминаются слова, которые в свое время, когда Господь задавал вопросы Ивову, и он отвечал в последней главе, знаю, что ты все можешь. Господь наш, друзья, все может. Давайте мы встанем, искренно помолимся и попросим милости для Украины. Дорогой наш и любящий Господь, мы предстоим пред Тобой, нашим вечным Богом. Мы благодарим Тебя за это прекрасное утро, дарованное нам, что мы можем быть, Господи, вместе с народом Твоим, в доме молитвы, предстоять пред Твоим святым лицем и именем. Аллилуйя! Ибо эта милость Твоя, Господь, эта милость Твоя над нами, слава Тебе, она обновляется каждое утро, она обновляется для нас и сегодня. Аллилуйя! Слава Тебе! Аллилуйя! Слава Тебе! Аллилуйя! Слава Тебе! Аллилуйя! Слава Тебе, Господь! И мы просим Тебя, Боже, милостивый, Господи, яви милость Украине, Боже, останови эту войну, Господь. То, что не могут сделать политики, они не могут договориться, то, что не может сделать армия, Господи, может сделать ты, ибо ты им все можешь. Дорогой Иисус, ты сказал, что невозможный человек, а возможно Богу. Аллилуйя. Яви милость этому мудрость в начальной стране, Господь, Аллилуйя. Да будет милость Твоя, Господь, да прекратится война. Да уйдут эти войска в свою землю, куда они пришли, Господь, Аллилуйя. Да во дворится мир между этими странами, Господи. Мы на Тебя упала и призываем милость Твою, Господи. Ты все можешь, Аллилуйя. Помилуй, Боже наш, помилуй, Господи, помилуй. Мы, Господи, к Тебе идем, Тебя мы просим и верим, Господь, что все возможно и все в руке Твоей. Отец наш Небесный, во имя Иисуса Христа, Сына Твоего нашего Спасителя, мы пристали пред Тобой в этот утрешний час. Мы благодарим Тебя за дарованное нам утро. Ты каждый день обновляешь утром милостью Своею. И над нами Ты обновил эту милость, Господь. Слава Тебя. Благодарим Тебя и низко поклоняемся Тебе, ибо Ты достоин хвалы и славы. И молитва наша за Украину. Господи, яви милость этой стране, дорогой Иисус, Аллилуйя. Да прекратится эта война, Господь, это безумие, дорогой Иисус. Господи, Ты некогда сказал, что невозможное Богу, то есть невозможное людям, возможно Богу. Господи, Ты все можешь, дорогой Иисус. То, что не могут договориться политики, не может сделать армия, мы знаем, что можешь сделать Ты, Господь. Дай мир, Господь, между этими странами, Господи. Да прекратится эта война, это горе, эти страдания, эти слезы, дорогой Иисус. Господь, помилуй Украину и дай мир этой земле, Господь мой, Бог мой. Благослови там церковь Твою, благослови народ Твой. Сохрани молитвенные дома народа Твоего от обстрелов, Господи, от разрушений. Сохрани также дома народа Твоего, Господи. Мы это просим во имя нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа. И мы знаем, что Ты все можешь. Да уйдут эти войска в свою землю, откуда они пришли. И да придет мир от Тебя. Мы это просим и верим, что Ты, Господь, пошлешь мир. Да будет благословенно Твое имя. И да будешь Ты прославленный, наш вечный Бог. Бог Отец, Бог Сын, Бог Дух Святой. Аминь. Давайте скажем вместе, слава Богу. Мы сегодня будем вместе славить Господа, группа Левит. Хотим послужить сегодня нашей церкви. И вместе давайте прославим Господа первым пением. Вот идет Царь Царей. Вот идет Царь Царей, За небеса своей, С высоты лучи с данных небес, Чтобы взять от земли Сын, кто верит и ждет, Сакро Бог пострадал, Он и воскрес. И на белых облаках Позабыт, печаль и страх, Будем новую песню мы петь. Там, где грусти места нет, Здесь сияет вечный свет, Где на каждый вопрос Найду я ответ. Вот идет Царь Царей, Чтобы стало теплей, На земле, где морозы царят. Вся не жажду щепить, Правду жизни святой, Время Богу неси, О, друг мой не стой. И на белых облаках Позабыт, печаль и страх, Будем новую песню мы петь. Там, где грусти места нет, Здесь сияет вечный свет, Где на каждый вопрос Найду я ответ. Хоть стоит Царь Царей, Возле каждых дверей, Тихо в сердце Твою ночь спущи. Ты, Иисус, запусти, Он поведет и прости, Он готов Твою кровь нести. И на белых облаках Позабыт, печаль и страх, Будем новую песню мы петь. Там, где грусти места нет, Там, где грусти места нет, Где сияет вечный свет, Где на каждый вопрос Найду я ответ. И на белых облаках, Позабыт, печаль и страх, Будем новую песню мы петь. Там, где грусти места нет, Где сияет вечный свет, Где на каждый вопрос Найду я ответ. Где на каждый вопрос Найду я ответ. Слава Ему! Придет то время, Когда на каждый вопрос Мы получим ответ. Следующее пение, Давайте прославим Господа. Ты любовь свою излил, Мне спасение подарил. Ты любовь свою излил, Мне спасение подарил. Твоих объятья нахожу я, Бого ими. Как благодарить Тебя За все, что сделал для меня, Мое сердце отдаю я Лишь Тебе. Спасибо, Господь! Спасибо! Спасибо, Господь! Спасибо, мой Господь, Иисус! Спасибо, мой Господь, Иисус! На кресте ты живешь, пока, За нас жертвою ты сам, Умереть жизнь вечную нам Дарова, Благодаря Твоей крови, Могу престолу я прийти, Могу уверенно стоять я Пред Тобой. Спасибо, Господь, Иисус! Спасибо, Господь! спасибо 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 мой господь иисус спасибо спасибо Спасибо, Господь! Спасибо, мой Господь! Иисус! Слава Богу! Занимайте места! Слава Богу, дорогие братья и сестры! Это утро прекрасное, которое дал нам Бог. Аллилуйя! Слава Ему! Потому что Он достоин славы. Благодарим Бога, Иисуса Христа и Духа Святого за все, что Он дал нам до этого времени. Братья и сестры, прочитаю Слово Божие пару стихов. И будем молиться, и будем просить благословения на наше служение. 2 Коринфианам 4 глава с 13 стиха. Но, имея тот же дух веры, как написано, «Я веровал и потому говорил, и мы веруем, потому и говорим, зная, что воскресивший Господа Иисуса воскресит через Иисуса и нас, и поставит перед Собою с вами. Ибо все для вас, дабы обилие благодати, тем большую во многих произвело благодарность во славу Божию. Посему мы не унываем, но если внешний наш человек и тлеет, то внутренний со дня на день обновляется, ибо кратковременное легкое страдание наше производит в безмерном преизбытке вечную славу, когда мы смотрим ненавидимое, но на невидимое, ибо видимое временно, а невидимое вечно, братья и сестры». Аллилуйя! Слава Богу! Мы очень часто смотрим на видимое, братья и сестры, но Слово Божие нас призывает, чтобы мы смотрели на невидимое. А что есть невидимое, братья и сестры? В невидимое есть Отец Небесный, Иисус Христос. Есть, который мы не видели, братья и сестры, но мы верим, что сила в Боге, сила в Иисусе Христе, дорогие братья и сестры. И давайте будем верить в невидимое, а остальное все приложится для нас, братья и сестры. Давайте встанем на наши ноги и попросим благословения на наше собрание сегодня. Слава Тебе, Иисус! Аллилуйя! Ты достоин, Господь, принять славы, чести, хвалы и поклонения, потому что, Господи, без Тебя мы ничто, Господь, а Ты есть сила благодати. Ты есть Тот, Который, Господи, проникаешь до глубин сердец наших. Ты есть Тот, Который действуешь. Аллилуйя! Ты есть Тот, Господь, Который даешь нам все необходимое для жизни. Аллилуйя! И благочестие. Аллилуйя! Только Ты наш, Господь. Аллилуйя! И мы, Господи, верим в Тебе, Иисус. Аллилуйя! Благодарим, Отец, за Иисуса, который Ты дал нам. Благодарим. Аллилуйя! О, Спаситель наш, Ты, Иисус, есть истина. Аллилуйя! По Которому ведешь нас, Господь. Аллилуйя! И мы, Боже, просим Твое благословение, Иисус. И, Господи, Боже, Иисус, Ты дал эту возможность нам, Господь, прибыть на этом месте сегодня. Аллилуйя! И, Господи, Ты сила. Аллилуйя! И, Господи, возьми в бутел, Боже, каждое сердце, Господь. Аллилуйя! О, Иисус, Ты есть Тот, Который, Господи, Боже, пролил невиную кровь за нас, Господь. Ты есть Тот, Который, Господи, омыл, осветил, простил нас, Господь. Аллилуйя! О, Благодарим Тебя наш, Господь! И Ты дал нам вечную жизнь. Аллилуйя! Помоги нам, Господи, Боже, быть всегда в Твоем в деле, Боже, исполнять волю Твою так, как Тебе угодно, Господь. Господи, Боже, просим, благослови, Господи, служение, благослови Слово, благослови братьев, Господи, Боже, помазание силы Духа Святого дай каждому, Боже. Благослови, Господи, весь народ, Господь, который находится, Боже, в молитвенном доме, кто на паркинге, Боже, кто смотрит онлайн, Господи, с нами. Благослови, Господь, пусть Твое помазание, Боже, пребывает на каждом сердце, на каждом доме, Господи, Боже, мы просим Тебя, и чтобы сердца наши, они были открыты, Господь, чтобы слушать Слово Твое, чтобы, Господи, принимать это Слово в сердце, растворять ее в нашей жизни, жить, Господи, так, как Ты наставляешь нас. Аллилуйя, Господь, просим Тебя, Господи, огради, Господи, Боже, проприки молитвенного дома. Мы просим Тебя, Господь, чтобы нам было здесь, Господи, Боже, хорошо в молитвенном доме. Благослови Ашеров на улице, благослови, Господи, в молитвенном доме. Мы просим Тебя и верим, Господи, что Ты благословишь, что Ты дашь силы, Ты дашь победы, и Ты дашь веры в нашем сердце, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Мои источники, в Тебе мой Бог, Всей жизни смысл и полнота, Я жажду быть из них всегда, Мой Бог, О, благодатная скова. Тебе источники души моей, Не зная, в чем нуждаюсь я, И словом вечно ты любви своей, У меня ты жми, 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 жми. Громкий знак святая, Что течет звезда, Все преды смывая, Обновить сердца, И от меня не будем, С верою живой, Иисус заслави, Радостной полой. Душа моей царила терната, И я не мог так дальше жить. О, нежный солнце, Божьего Христа, Меня привлекла в свою любви. Иисус, если ты, почисти, ты, благо, Ты, вечно, и красота, Он рады исцелил души больной, И с ним блаженство без конца. Громкий знак святая, Что течет звезда, Все преды смывая, Все преды смывая, Обновить сердца. О, преды старей, Милый Дух Христом, Он тебя согреет, Милостат свою, Милостат свою, Милостат свою, Милостат свою. Слава Богу, братья и сестры! Читаю Евангелие Матфея, 25 глава, с 1 по 13 стих. Очень знакомое место. Тогда подобно будет Царство Небесное десяти девам, которые, взявшись светильники свои, вышли навстречу жениху. Из них пять было мудрых и пять неразумных. Неразумные, взявшись светильники свои, не взяли с собой масла. Мудрые же вместе со светильниками своими взяли масло в сосудах своих. И когда жених замедлил, то задремали все и уснули. Но полночь раздался крик, вот жених идет, выходите навстречу ему. Тогда встали все девы те и подправили светильники свои. Неразумные же сказали мудрым, дайте нам вашего масла, потому что светильники наши гаснут. А мудрые отвечали, чтобы не случилась недостатка и у нас, и у вас, пойдите лучше к продающим и купите себе. Когда же пошли они покупать, пришел жених, и готовые вошли с ним на брачный пир. И двери затворились. После приходит и прочая дева и говорит, Господи, Господи, отвори нам. Он же сказал им ответ, истинно говорю вам, не знаю вас. Итак, бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, в который придет Сын Человеческий. Я еще некоторые места буду напоминать. Я благодарю миссионерскую девочку, которые не забыли о мне, пригласили. Вот кто-то скажет, ну, как это ты к миссионерскому отделу. Может быть, сейчас нет, но на заре, можно сказать, евангелизации в нашей стране, когда пришла свобода, Бог дал мне возможность быть в самом, можно сказать, центре евангелизации, миссионерства. Я был последних несколько лет ответственный за работу, налаживание работы по тюрмах в Житомирской и Винницкой области. Многие первые, фактически, в городе нашем пошел проповедовать в школах. И вы знаете, как говорится, гора с горой не сходится, а человек с человеком сходится. Была такая ситуация, что в 1979 году на Пасху меня мой друг пригласил в баптистскую церковь, бывшие отделенные. Он говорит, пошли на Пасху к ним. И когда мы пришли, нам сказали, здесь наблюдают за нами, вон сидят учителя со школы. Ну, меня это не касалось, потому что я уже с армии пришел. И когда я пришел в одну школу, то директор школы мне говорит, я когда-то был. И он называет вот этот день, и говорит, нас, учителей, послали следить. Я говорю, я тоже там был, и мне показали на вас, только я бы вас не узнал бы. Знаете, интересно всегда бывает. Сегодня я хочу коснуться вот этого вопроса, но, думаю, не так, как обычно к этой притче подходят. Цель моя, чтобы показать, как правильно подходить к толкованию притчей. Не обещаю, что я вам это очень профессионально сделаю, но, по крайней мере, буду стараться. Знаете, в Матфея 13 глава, вообще притча в Евангелии Матфея начинается с 13 главы, и там же в 13 главе аж целых семь притч. В Иисуса Христа в Его проповеди есть несколько блоков притч. И, можно сказать, самый большой блок притч – это притчи о Царстве Небесном или о Царстве Божьем. Еще один блок притч – это то, о чем я прочитал. Это притчи эсхатологического характера, то есть относящиеся к последнему времени. И эти притчи были сказаны на Иллионской горе. Ну и там еще. Когда первую притчу Иисус Христос сказал в 13 главе, это притча о Сеятеле, чтобы экономить время, я буду только напоминать, и, может быть, некоторые выдержки прочитаю. 13 глава, 10 стих. «И приступившие ученики сказали Ему, для чего притчами говоришь им?» То есть они даже не относили это к себе, это к народу. И Христос говорит, Он же сказал им в ответ, «Для того, что вам дано знать тайны Царства Небесного, а им не дано». Ну, в данном случае и для них не было полностью вот это понятно, не было полностью открыто. Итак, я буду напоминать некоторые моменты. Запоминайте, есть притчи, которые толкуются буквально все. Есть притчи, которые не толкуются. Есть притчи, которые показывают какую-то, может быть, ситуацию или же какие-то переживания. Есть притчи, которые были направлены к народу. Притчи, которые я прочитал в самом начале, было на Иллионской горе, и это был узкий круг учеников, которые уверовали, Иисус Христос готовил их к тому, чтобы они... Ну, я потом скажу. Или вы поможете мне? Чтобы они что делали? Валерий Дмитриевич. Бодрствовали. Итак, бодрствуйте на всякое время. Я вернусь к этому. Были притчи, которые сказаны были к определенной группе людей. Ну, допустим, к княжникам и фарисеям. И когда он говорил к ним, вот как вы думаете, или другими словами он обращался к ним, и когда они это выслушивали, они поняли, что о них говорила он эту притчу. И даже эта притча, не придуманная им, эта притча о камне краеугольном, взята в книге пророка Исаии. А один законник подходит и говорит, учитель, ты и нас обижаешь. Коснулся. Понял, что и к нему это тоже относится. В Новом Завете насчитывается более 50 притч, рассказанных Иисусом Христом. Особым блоком среди них выделяется притча о Царстве Небесном или Царстве Божьем. Господь Иисус Христос часто рассказывал занимательные, похожие на жизненные истории, чтобы в доступной форме донести мудрость и духовные истины до простых сердец. Вы знаете, когда Иисус Христос учил, даже послали первосвященники своих служителей, пойдите, приведите Его. Ну, легко сказать, пойдите, приведите. Ну, у них была власть, конечно. Они пришли и приходят без Него. Говорят, почему вы Его не привели? Кто помнит, что они сказали? Я думаю, они так развели руками, наверное, и сказали, никогда человек не говорил так, как этот. В нем была мудрость. Он был учитель с большой буквы. Толпы людей ходили за ним, потому что никогда, повторяю еще, никогда человек так не говорил, как этот. И после тоже, после него. Притча – это народная мудрость, оформленная в афоризмах, кратких поучительных рассказах. Жанр притчи не устаревший, востребован до сих пор. Притча легко соединяется с другими жанрами литературы, формулирует нравственные такие взгляды, у людей дает представление, то есть на каких-то примерах, чтобы легче людям было понять духовные истины. В европейской литературной традиции притча как самостоятельное произведение и как составная часть работ других жанров основывается на библейских притчах. Так что библейские притчи положили основу целому жанру вообще в литературе. В русской литературе – это Елена Струкова свидетельствует, я не знаю, кто она. В русскую литературу притча пришла вместе с христианством, с первыми переводами текстов священного писания, оказав огромное влияние на всю жанровую структуру. Эта притча – это маленький поучительный рассказ. На Востоке притчи появились очень давно. Мы знаем, что Восток – это колыбель человечества, и с появлением человечества появилась притча. Там на Востоке очень любили мудрость, и в древности любили говорить загадками, иносказаниями, аллегориями, афоризмами. В Новом Завете эту традицию продолжил и развил, очень развил Иисус Христос. Если мы уже читаем дальше послания апостолов, мы не встречаем притч за некоторыми иносказаниями. Там, допустим, Павел говорит, что Гра Синаи, там она символизирует то и то и так дальше. В Новом Завете Иисус продолжил эту, и для нас сегодня как правильно толковать притчи. Ну вот, когда я прочитал притчу об десяти девах, какое ваше первое впечатление было, когда я читал? Ну, наверное, вот еще, наверное, один толкователь. Мы слышали уже много. Каждый по-разному толкует. Я не говорю, что плохо толковали, братья. Каждый, кто говорил, старался, очень старался, старался найти вот то рациональное зерно там, показать со всех сторон, и оно хорошо. Ну и, наверное, вы ожидаете, что... Ну, чего же нового я вам скажу. А вы знаете, что я вам скажу? Что эта притча вообще не толкуется. Вы это ожидали или нет? Ну, я пока оставлю, вернусь к этому. Да-да, я сказал, что эта притча не толкуется. Итак, притчи Иисуса Христа призваны сделать более осязаемые какие-либо истины, идеи самого христианства. Толкование в ней, притчи, это ее суть. Главная задача которой проиллюстрировать толкование и выделить главную мысль. Можно сказать, вытянуть ее на поверхность. Ивановская притча толкования является неотъемлемой частью самой притчи. Важно определить типологию, то есть типы притчей. Одни притчи, как иллюстрация, другие, как сравнение, и третьи, притчи с толкованием. Наверное, каждый из нас не раз задавался вопросами по поводу правильности понимания притч Иисуса Христа. Действительно, некоторые притчи Христа кажутся нам сложными, и мы видим, как они по-разному толкуются богословами и проповедниками. Помню, когда-то мы сидели, это еще задолго до того, как я пришел в эту церковь, ну так среди служителей рассуждали, и рассуждали о закваске. Я, наверное, где-то год назад говорил проповедь о закваске. Ну вот, в основном закваска ассоциируется с чем-то таким греховным. Ну вот, одна притча Иисуса Христа, который говорит, что Царство Небесное подобно. Женщине, которая там взяла несколько мер муки, положила, в общем, сделала тесто, и эту закваску положила в тесто. И пока не вскисло все, и сделалось много. И вы знаете, когда буквально толковать, то я помню, как один особенно брат возмущался. Что? То по-украински было. Что? Уже закваску зробили чем-то святым, она всегда греховным была. Понимаете? Поэтому есть момент или второй момент, когда Иисус Христос говорит притчу сравнения. Он говорит о том, что в последнее время будут такие моменты, когда вам скажут об Иисусе Христе, о Нем. Вот Он в потаенном комнате. И вы знаете, что побегут многие смотреть. Смотреть. Вот Он в пустыне, вот там где-то. И многие побегут. И Он говорит, что не бегайте, не гоняйтесь, потому что как молния сверкает одного края земли до другого, так будет видимым пришествие Христово. Ну, я здесь добавляю свое слово. И они говорят, где Господи? Он говорит, где труп там соберутся орлы? То есть Иисус Христос использует народную поговорку. Всего лишь навсего. Чтобы этой поговоркой показать видимость Его пришествия. Если Он придет, это действие, это событие будет видимым. Это не для особо посвященных. Это не для особо какой-то касты. Это будет видимое действие. Мой один брат говорит, вон, ничего себе. Уже Христа с трупом сравнили и все. Я почему это показываю? Показываю, когда мы толкуем там, где оно не толкуется, мы заходим в тупики. И потом уже чуть ли не за голову хватаемся, как будто мы этим похулили Господа. Не всякий способен воспринимать заключенную притчу мудрость. И уж тем более не всякий способен делать это сразу. И вот давайте мы начнем с притчей иллюстрации. Есть такая притча о добром саморане. Саморане не знаете такую притчу? И тоже ее по полочках пытается разложить. Все. По полочках. Каждую деталь, каждую деталь, ну, анализировать, толковать. И в итоге, знаете, что мы получаем? Добрый саморанен кто это? Христос. А что сам Иисус Христос сказал? А он же дал толкование. Смотрите, ситуация. Идет один книжник за ним. И говорит учитель, вот мне что не достает, что мне делать, чтобы спастись? Ну, ты как в законе читаешь? Ну, ты же законник. Ты же знаешь, наверное, наизусть это. Как ты читаешь? Как написано? Заповеди знаешь? Какие, Господи? Иисус вот этих десять, ну, давайте по-русски, вот этих десять объединяет, так как они объединены в второзаконии. Две группы. Это любовь к Богу и любовь к ближнему. Ну, он, ну, знаете, видать, был настерновый такой, не так легко хотел сдаться, потому что, ну, тоже учитель все-таки. А кто мой ближний? И вот Иисус Христос рисует для него яркими красками картину. Просто картину, иллюстрацию, или художественный, литературный фон. И на этом фоне он одну мысль закладывает. Он его спрашивает, вот из этих всех, которые прошли, священник, левит, саморанен, кто ближний, вот, пострадавшему? Ну, думаю, оказавший милость. Иди, и ты поступай так же. Вот это главное толкование, которое дал Иисус. А что сверх этого, то от нашей мудрости. Иди, и ты поступай так же. Ну, я вам расскажу историю. Если вы имели, я имел сотни-сотни этих книжек, ни одно не приведу, думал, что где-то есть. Был такой Вальдермарк Сардарчук, помните, да, из Германии, который возглавлял миссию Ниемия, и он написал книжку. Быть христианином, да, но библейским. И там он толковал эту притчу. И он натолковал до того, что вот Христос добрый саморанен, и все. Я молодой был. Ну, как говорят, кто не был молод, не был глуп. Поэтому где-то в нас в молодости тоже это проскакивало. Я прочитал, приехал в село, где я родился, и, ну, решил, наверное, блеснуть своими знаниями. Выдал. А после всего, братья ко мне, как пальчиком раз, поманили меня. Там отец мой, дядька Антон, Славик, посадили меня и аккуратно мне объяснили, вот то, что я вам объяснил. Что не Христос добрый саморанен, а главное заключается в том, что вот иди, и ты поступай так же. И знаете, что вам скажу? Они мне взяли прививку на всю жизнь. Уже этой болезни я, после того, этой болезни я уже никогда не болел. Ну, это было молодо, знаете, это было очень-очень давно уже. И чтобы мы действительно правильно, правильно подходили к толкованию притч. Поэтому притча о Зеятеле. Когда Иисус Христос сказал, это была не иллюстрация, это была притча с толкованием или же еще называется аллегория. то есть Христос, когда сказал эту притчу, ученики подошли, спрашивали, для чего ты им говоришь притчами, и потом он им, ученикам, изложил, объясняя каждую деталь этой притчи. Потом следующая притча тоже такого же характера, которая говорит о плевелах. Помните, да? Посеяна пшеница, между ними враг пошел и посеял плевелы. Они его спросили наедине, что это значит, и он им объяснил эту притчу, потому что это другой стиль притчи. И эта притча толкуется, поэтому он толкует. Когда мы смотрим 13 главу, дальше там есть и притчи, допустим, о жемчужине, о неводе, о скрытом сокровище. Я не раз пытался толковать и не мог найти, пока я не начал заниматься вот этим. И эти притчи просто показывают, когда человек находит истину Божью, получает спасение, это доставляет ему огромную радость. И не всегда ему получается объяснить людям это, не всегда люди это поймут, но он именно радуется этому, потому что это его личная радость. Он пережил это. если он нашел сокровище, это его сокровище. Другой не может этому радоваться, он может только завидовать по нашей человеческой натуре. Итак, давайте мы вернемся, я думаю, вы, наверное, ждете, что же ты нам скажешь о притче за десять дел, потому что так много мы слышали. Итак, когда мы посмотрим двадцать четвертую главу, Иисус Христос начинает учение на Иллионской горе своим ученикам. Он говорит блок проповедей эсхатологического характера, то есть эсхатология это учение о последнем времени. И он очень много говорит, и смотрите, как перекликается то, что он учил и с притчами. Говорит, как было водненое. Ели, пили, женились, выходили замуж. До того времени, пока не пришел поток. Потом лота, то же самое, пока не пролился с неба огур, дождь огненный, серный. И во всех этих моментах было не то страшно, что они ели, что они пили, что они женились. Так было всегда, так есть сегодня, так будет аж до последнего дня. Весь ужас или ошибка в том, что они не думали. Вот основное толкование учения. Это не притча, учение, но основное толкование, как было тогда. И вот главная ошибка, что не думали во время вот этих всех событий, во время всех этих переживаний, жизненных забот, не было времени подумать о переменах, которые уже стоят на пороге. И вот здесь перед последней притчей, то есть 24 главе он говорит притчу об там знаете такие управляющие были, рабе, который одного поставил он, чтобы он там наблюдал, давал пищу вовремя, а он начал заниматься не своим делом. Но эта притча начинается, 42 стих. Итак, бодрствуйте, потому что не знаете, в который час Господь ваш придет. А после начинается притча, но в первом стихе он изложил толкование этой притчи. Бодрствуйте. А притча о десяти девах заканчивается. Эти же мы точно этими словами. Итак, бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, который придет Сын Человеческий. Вот это притча, которая имеет истолкование, которое дал Иисус Христос. А больше не прикладывайте туда ничего. Почему? Давайте посмотрим. когда мы начинаем толковать, кто такие, ну, в основном нас тревожит, что такое масло. Писятников, это, конечно, Дух Святой, и, конечно, если есть, ну, извините меня за промоту, ну, а вот баптистов, вот масла нет, вот, понимаете, вот так. Это не библейское толкование, это не евангельское толкование. Толкование сказал Иисус Христос. Бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, который придет Сын Человеческий. Допустим, когда мы начнем, давайте, если начинаем толковать буквально все, то по традиции жених, а то сельские такие обычаи были, жених шумной толпой среди ночи шел в дом невесты. Невесты это не касалось, она ждала его в доме, а вот со светильниками это были подруги. Итак, мой вопрос тем, которые еще сейчас думают соглашаться с братом Сашей, который что-то нам сегодня неудобно вразумительно и вкладывает уши наши или нет, тогда я задаю вам вопрос, кто такие девы? Кто такая невеста? Кому это относится? К девам? Если это к девам, а девы не невеста, а церковь Христова это невеста, тогда это к церкви не относится. Вы видите, как далеко мы можем зайти, но Иисус говорил на Грели Ионской ученикам, и эта притча относится к церкви, к церкви, людям, неверующим, сказать, бодрствуйте, они не понимают этого. Это можно сказать тому человеку, который ожидает пришествия Господа нашего Иисуса Христа. расскажу вам свою личную притчу с конкретного случая. Она покажет, как нужно бодрствовать. Ведь Христос не всегда придумал притчи, Он брал из каких-то житейских результатов. И вот то, что я вам сейчас расскажу, это конкретная история, которая была где-то зимой 78-го на 79-й год. В 78-м году я пришел с армии и мы ездили в один районный городок. Если вы помните, у нас была Лидия Хиноцкая, она тогда покаялась и очень часто в ее доме делались собрания. Мы молодые братья, поскольку там не было братьев, ездили, проповедовали. И возвращались мы назад с служебным автобусом, который из Житомирского льнокомбината привозил 12 часов вторую смену и забирал третью смену. Там 30 километров где-то. Автобусы, как всегда, знаете, были такие рваные, дырявые, леаза этот, который возле каждого столба останавливался. И вот сидит один человек. Нам не хватило места, мы впереди за эту поручню. Вот так, знаете, когда нас там бросало туда-сюда, я с моим другом и вот смотрим на одного человека. Одет он, я вам нарисую, это в то время было очень можно, прижиковая шапка, пальто с каракулевым воротником, махеровый шарф, ну, отличный такой человек, культурный, видно, он сидел на сиденье, где бы мы не против были посидеть, но вот он сидел, шел дождь на улице, и внутри тоже шел дождь, но только на улице он еще чистый был, то внутрь он уже попадал ржавый. Там где-то струйка текла, и она и на него, и на всего, на пальто, на то, но молодые мы были, молодые, если в час, и час просто надо было разбудить этого человека, ну, мы просто смотрели и наслаждались, и тот мне говорит, ну, слушай, когда-нибудь скажи это в проповеди, ну, это было 40 лет назад, 40 с копейками, я сегодня говорю вам, это притча, я нарисовал картину, да, вот картинку, какое бы толкование вы дали к этой картинке, дядя, не бодрствуй, дядя, или дядя, не спи, конечно, мы его разбудили, он начал вытирать, он проводить, он не согрешил ничего, это не был какой-то пьяница, ничего, это был культурный человек, но он уснул, поэтому бодрствуйте, это означает не спите, и вот такую картинку, как я вам нарисовал, вот такие картинки иногда рисовал Христос, где давал главную мысль, но эта мысль должна быть, была предупреждать о многом, и Христос сказал, тогда, то есть это относилось определенному времени в будущем, не мы ли живем в том времени, о котором Христос мог сказать тогда, тогда, поэтому, братья и сестры, допомогает нам Господь, что мы действительно бодрствовали, чтобы мы не спали, ну, я уже не говорю о том, чтобы мы не вели греховную жизнь, это само собой понятно, поэтому, да, поможет нам Господь, мы живем с вами в последнее время, и если это предупреждение актуально было для учеников на Иллионской горе, то для нас оно очень, очень актуально, будьте благословенны, аминь, помолимся. Отец Небесный, пола и слава Тебе, честь и поклонение всемогущему Богу. Слава Тебе, Слава Тебе, Слава Богу! Слава Богу! Ты предупреждаешь нас, чтобы мы помнили, что мы живем сегодня, в последнее время. И как никогда слова Иисуса Христа, Сына Твоего, нашего Господа и Спасителя, Бога славы, актуальны для нас, чтобы мы бодрствовали. На всякое время, потому что не знаем ни дня, ни часа, когда будет Его пришествие на эту землю. Господи, Боже мой, те, которые, может быть, охладели, те, которые беспечно сегодня смотрят на жизнь и не задумываются о том, какое время мы живем. Может быть, кто-то в заботах, в гонках этих жизненных настолько поглощен, что ему нет времени или нет нужды о том, чтобы подумать. И как было в одни Ноя, как было в одни Лота, не думали, как многие сегодня не думают о том, что мы стоим на пороге огромных перемен, огромных исторических перемен, Господи, Боже наш, я молю Тебя, коснись сегодня каждого на этом месте. И не только сегодня, чтобы мы в нашей жизни помнили, понимали это, что время пришествия Господа нашего приближается. Аминь. Отче наш, сущий на небесах, да сетится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя. И на земле, как и на небе, хлеб наш насущный, подавай нам на каждый день. И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас во искушение, но избавь нас от лукавого, ибо Твое есть Царство, и сила, и слава во веки. Аминь. Слава Богу за это прекрасное служение, которое сегодня миссионерский отдел ведет, служение, и мы будем благодарны. В нашей церкви есть много разных служений, и слава Богу за это, но одно есть такое также благословенное служение, которое сегодня хочу вас призвать, это служение пожертвования. Слава Богу. И знаете, перед тем, как это все делать, я хочу прочитать Священное Писание, это будет 2-е послание Коринфянам, 9-я глава, 6-го стишка и ниже. «При всем скажу, кто сеет скудо, тот скупо и пожнет, а кто сеет щедро, тот щедро и пожнет. Каждый уделяй по расположению сердца не с угорчением и не с принуждением, ибо доброохотно отдающего любит Господь. Бог же силен обогатить вас всякой благодатью, чтобы вы всегда и во всем, имея всякое довольство, были богаты на всякое доброе дело». Слава Богу. Знаете, если мы помним последнее служение, миссионерское служение, то был показан такой ролик, где брат-пастор села Бобрик, и там было обращение пастора Владимира Брачуна от церкви. Они просили нашей помощи, нашей церкви, чтобы помочь им остроить дом молитвы. Когда были оккупации, были боевые действия, случилось так, что дом молитвы был разрушен до основания. Последний раз, когда мы с братьями были там в начале марта, мы были там в этом селе, мы стояли вот там на той площадке, они уже расчистили все то, что осталось от церкви, они все расчистили, увезли в сторону, мы уже стояли на этой простой площадке. И вы знаете, мы когда встречались с братьем-пресвитером и с братским советом, который строительным советом, и я увидел, знаете, такую деталь, я увидел горение в их глазах, что они действительно хотят остроить этот дом молитвы. Слава Богу. И вы знаете, они молятся за нас, чтобы действительно мы преуспевали в вот этом служении. Ниже в этой главе написано, что имея опыт такого служения, братья сердца, да не будем мы умывать. Я сегодня хочу сказать и призвать вас, чтобы мы действительно, мы продолжаем сбор на строительство дома молитвы вот этой церкви. Я знаю последнее то, что мне братья звонили, что они уже начали копать траншеи Понфудама. Слава Богу. И пусть благословит нас Господь. Но перед нашим сбором я хочу сказать еще небольшое такое свидетельство, чтобы оно нас ободрило, как сегодня Господь действует через нашу церковь, через каждого из нас. И помните, в начале 2012 года наша церковь начала строительство дома молитвы в селе Гоголев. Кто-то, может, знает. Мы начали строительство дома молитвы и начали строительство миссии Джерло, которая до этого времени, она работает. И что я хочу за свидетельством? В 1922 году, когда началась война, однажды в эту церковь пришло две пожилые женщины. И когда они побыли на служение, они после служения подошли к пастору Николаю Ведоменко и рассказали или засвидетельствовали одну такую истину. Они говорили, что когда они проходили над этим домом молитвы, и они сказали брату Николаю, что в конце 60-х годах они сказали, кто был там на нашей церкви, нашей миссии. Там, знаете, если так смотреть, так прямо вот так, есть дом молитвы, а с левой стороны есть гаражное здание и сверху там жилые помещения. Братья, сестры, миссионеры, они это все прекрасно знают и понимают. Они пользуются вот этими удобствами. И что свидетельствуют вот эти две престарелые женщины? И они говорят, когда они были маленькие, когда они были совсем маленькие, их бабушки приводили. И там, где было гаражное помещение, где счастья стоит, там был небольшой домик, и в этом домике собирались верующие христиане. И когда они пришли в эту церковь, в Эгоголе эту церковь, когда они увидели проповедь Евангелии, когда они услышали пение, услышали моление, у них сердце вострепетало. Они вспомнили, что когда-то их бабушки вводили на такое же самое служение, которое было в те годы, много десяток лет назад, были в 60-е годы в этой церкви, слава Богу. Вы знаете, не напрасно были вот эти жертвы, молитвы, не напрасно там провозглашалось слово Господне. И когда мы строили, выбирали место строительства дома молитвы, было сначала одно место дома молитвы. Но когда Петр Моисеевич приехал и сказал, что оно не нравится, вот это место, и когда нашли вот это второе место для дома молитвы, и я помню, тогда Петр Моисеевич приехал на нашу встречу, он был такой радостный, сияющийся, и говорит, братья, мы нашли то место, мы молились на это место, и мы почувствовали, что на этом месте должен быть дом молитвы, слава Богу. И вы знаете, по предшествии многих десяток лет, мы не знали, что там когда-то был дом молитвы. Не Петр Моисеевич не знал, что там был дом молитвы, но когда-то молитвы там происходили, вы знаете, и по истечении многих времени на том месте там есть дом молитвы, слава Богу. Там есть спасающиеся души, и вот эти две пожилые женщины, они покаялись и приняли Иисуса Христа своего Спасителя, слава Богу. Я хочу сказать, чтобы мы не унывали, потому что, чтобы мы были те, которые дают с радостью, чтобы мы были не те огорченные, но чтобы с радостью мы жертвовали на дело Господне. И да благословит нас Господь. Вся слава Господу. Аминь. 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 Свет нашей жизни Ты, правда и истина, Наша надежда Ты и наша жизнь, Рада Сибирь, ты без твоей души. Лишь во Христе пойдем, Раду и седу, Смело сзади пойдем, Рада Сибирь, ты обретем, За Своей души пойдем. Пусть и Могущий Бог Радоил всегда И развертый нам слой, Что за меня всегда дал Слава Тебе и честь. Пусть и Могущий Бог Бог любит И слава имена Твое, Святый Высокий, Наши сердца Тебе возносим сердца. Тебе развертый может И слава имена Твое, И слава имена Твоеrique are И слава, И слава имена Твое, и слава имена Твоая, Свет мой, слава имена Твое, Глава наuksий Ах, Свет миннан Haragala Tvam, Лучшая твоя душа, Радость твою в мир унесет, Чудный твой мир поет. Чудный твой мир поет, Чудный твой мир поет. Дорогие друзья, скажем славу нашему Господу. Я читаю этот стих, который написан. Благослови душа моя Господа и не забывай всех благодеяния Его. Аминь. Я хочу еще прочитать несколько стихов. Первое послание к Солоникицам, 5 глава, 16 стих, говорит так. Всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, за все благодарите, ибо такова у вас воля Божия во Христе Иисусе. Значит, дорогие друзья, читайте слова и смотрим. Всегда ли мы радуемся? Всегда ли мы благодарим Бога за то, что Он сотворил для нас? Когда я побывал сейчас, я живу в Америке 34 года. И вот недавно мне была такая возможность посетить эти старые места, откуда я приехал. И вы знаете, дорогие друзья, когда увидел то состояние людей, и как люди там живут, и как люди переносят все, мы должны больше и больше благодарить и славить Бога. И вот вы знаете, мы здесь проснулись все в чистой постели, мирное чистое небо над нами, птички поют. А там, посмотрел, люди просыпаются от взрывов, от того, что взрывается здание. Люди просыпались, когда-то началась война, люди просыпались не в домах и в чистой постели, а просыпались в погребах. Потому что там только имели какую-то немножко защиту от бомбежек. А мы живем здесь, где нас, слава Богу, Бог благословляет. Слава Богу, благодарение Ему. Я хочу немножко рассказать за эту церковь, Бобрик, которую мы сейчас делаем сборы, чтобы восстановить эту церковь. Эта церковь была основана после того, после миссионерской поездки Проханова в 1922 году. И там, в той церкви, где было сейчас это здание построено, там была маленькая избушка, где проходило собрание, и где собрание было очень много, ну, издавна. Когда я уже уверовал, то это уже было в 1975 году, когда я уже пришел. А церковь эта существовала, это Пятидесятническая церковь, которая не повиновалась закону страны той, начальству. Но она повиновалась Богу и служила Богу чистым сердцем. Значит, эта церковь находится 50 километров от центра, от города Киев. И поскольку она находится на пути между Киев и Москва по железной дороге. И как раз эта деревня, она объединяла много вокруг деревень, которые есть. И люди собирались в других селений, они шли пешком на электричку, проезжали сюда, и опять шли в это собрание, чтобы где собираться. Значит, собрание проходило, не всегда было в одном домике, собирались по разных местах. Каждый раз было в другом селении, в другом доме, и так проходило собрание. Люди старались идти к тому собранию, идти иметь общение. Это место, которое объединяло, это было так, город Конотоп, Нежин, Носовка, Бобровица, Бровары, Кабышчи, Марковцы, Ярославка, Мокрець, Киев, Заворычи, Шевченково, Рудня, Дымерка, Тарасовка. Вот с этих многих селений люди собирались вместе и имели общение. Имели общение, славили Бога, помогали друг другу, и в этом представлялось имя Божье. В то время, насколько я помню, был просвитером, ну не просвитером, он был диаконом, Алексеенко Михаил Иванович. Он был неженатый, поэтому он был диаконом. И у него был старенький такой Иш-Планета-3. И вот, насколько мы знаем, этот Иш-Планета-3, он объездил очень много деревень, бабушек, вдов, старушек. Он ездил и старался помогать им. И все его круг видели. Видели эту... И знаете, люди шли к Богу, шли в церковь, и имя Божье прославлялось. Уже мы уехали с этого места в 89-м году. В 91-м году уже началась свобода. Поэтому уже, когда началась свобода, и больше народа начало после евангелизационных служений, начали люди приходить больше к Богу, и уже в этих домиках уже не помещались. Поэтому они сделали... Во дворе поставили палатку, и называли это будет «Скиния», и делали собрание. Собирались, сколько можно было бы. Потом видели, что дальше уже больше не получается. И холодно, зима, надо строить дом. Поэтому они выстроили дом молитвы. И люди начались больше и больше сходить, собирались, и церковь возрастала. Возрастала... Там была музыкальная группа. И в то время, даже когда я был, эта церковь не жила обособлено. Они старались посещать другие церкви, иметь общение. Я знаю, что мы имели общение с Рибницей, Жданов, Белой церкви, Рокитно, Обухов, Черкасы, Димыр, Закарпаттия, Бельцы. Все, ты знаешь, что мы посещали друг друга, люди, другие, молодежь съезжалася, имела общение. И слава Богу, Бог благословлял эту церковь, и церковь растет. Даже вот это, когда начались военные действия, то даже в них собрал уже свой хор, они посещали город Бровары, и их хор пел в церкви город Бровары. И вот когда уже начались, я извиняюсь, когда начались военные действия, то, значит, Бог дал братьям такую мудрость. Мы не знаем, как оно что будет, но, не знаем, говорят, что будто бы русские солдаты будут относиться к мирному населению хорошо. Но мы не знаем, как, и они посоветовались и решили, мы наших молодых сестер, жен отправим отсюда, с этого селения, с поселка, чтобы было им безопасности. И слава Богу, потому что, когда пришли солдаты, это было уже 8 марта, когда они зашли в то селение, зашли три колонны, и минимум одна колонна насчитывала 140 единиц техники. И когда те колонны заходили, то они уничтожали людей, технику, и кого они видели, если кто-то попадался на пути, те были уничтожены. Значит, а 26 марта, так как возле церкви они сделали такой небольшой склад боеприпасов, и туда прилетела и ракета взорвалась, и церковь, так она находилась совсем рядом, церковь загорелась, и сгорела церковь. Остались только одни стены. Значит, этот поселок был 22 дня в оккупации. Люди находились в погребах, потому что света не было, тепла нету, газа нету, и люди выживали только тем, что было в них в погребах. Вот так люди жили. Уже когда эвакуации из поселка не было, эвакуация только начала, и объявили эвакуацию, после того, когда же эти русские солдаты, войска дошли аж до бровров, до города, когда там остановились, тогда только начали немножко людей эвакуировать. Ну, это уже тот, кто остался. Значит, после, а в то время, когда было, там находились, находились солдаты, то были там и расстрелы, и мины взрывались, и осколки повреждали людей, и взрывы, и расстрелы, все было там. Там, кто там был, они страшно рассказывают то, что там было. Конечно, мы, когда уже мы были, то мы немножко, мало что видели, но разрушено, домов, жилых помещений очень много, страшно смотреть. Значит, после того, когда уже солдаты ушли, то первое служение, собрались на первое служение, 17 человек пришли обратно в церковь, собрались и радовались друг другу, что они остались живы, имеют общение и будут дальше славить Бога. Открыли, начало продолжать у них детское служение, хор начал опять собираться, петь. Поставили, опять они ставят палатку, собираются, славят Бога, и они с такой уверенностью, с такой живой задоренностью, мы будем дальше отстроим церковь, церковь, говорят так, церковь жива, а здание мы отстроим и будем дальше славить Бога и прославлять Бога. Значит, вокруг люди, соседи идут в церковь, потому что, вы знаете, такая пословица, как тревога, то до Бога. И так люди все знают, что там в церкви за них помолятся, утешат, поддержат, получат какие-то продуктовые пакеты, получат какое-то утешение, поддержку, и народ, соседи сходятся для того, чтобы хоть какое-то иметь общение, чтобы за них помолились и их благословили. Ну, говорят, значит, время благовествия, и они смотрят для того, чтобы дальше служить славе Бога и прославлять, дабы имя Божие было прославлено. То, дорогие друзья, мы были там, и вы знаете, что это большая нужда. А для нас есть счастливая возможность, что мы можем чем-то помочь. Помочь, дабы отстроилось это здание, дабы имели люди общение, и имя Божие было прославляемо и в том месте. Да благослови ко всех Господь. Аминь. 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 Когда ты рядом Мне на душе И легко, и спокойно О, как люблю я Святой образ твой Твоей любви Я, Господь, недостоин Я, Господь, недостоин Как же понять Мне любовь твою, Боже Ты мне прекрасное Небо открыл Если хоть что-то На свете дороже Этой любви Что ты мне Подарил Боже, прошу Ты меня Не остав Сердце наполни Своей Благодатью Что в моей жизни Не так Ты исправ Буду тебя День и ночь Прославлять я День и ночь Прославлять я Как же понять Подарил Сколько борьбы Безутешных слез Безутешных слез Я одинок Как в заблудшей пустыне Как в заблудшей пустыне Как в заблудшей пустыне Как же понять Мне любовь Твою, Боже Ты мне прекрасное Небо открыл Если хоть что-то На свете дороже Этой любви Что ты мне Подарил Открыл Как же понять Мне любовь Твою, Боже Ты мне Прекрасное Небо Открыл Если Хоть что-то На свете Мне дороже Этой любви Что ты мне Подарил Давайте скажем Слава Богу Я бы хотел сделать Маленькое объявление Я не буду проповедовать Я хотел бы поделиться Хорошей новостью Но приведу такой Сперва жизненный пример Все вы знаете Что такое весы И для чего весы существуют Есть весы Которые стоят на полу Да Есть разные весы Которые Человек становится На эти весы Чтоб что-то на них увидеть Либо есть Советские весы Которые Также Имеют свой вес Ты становишься И вот эти грузики Это рейка Которую ты перекидываешь И ты так же Что-то вычисляешь На этих весах С моим другом Находясь в общественном месте Мы увидели такие весы В одном помещении И оба поговорим Слушай, давай на них встанем Взвесимся Ну давай Встали мы И я начинаю перекидывать Этот грузик Меньше Меньше Смотрю результат Такой хороший Столько килограмм скинул Думаешь, ничего себе Когда это успел Он говорит Дай моя очередь Он становится А у него результат Еще лучше Вот так он восхищается И говорит Слушай, ну я вот хлеб не ем Я вот стараюсь Сделать Следить за собой И мы вот так советуемся И говорим с ним О хороших результатах И проходит мимо Наш человек Который работает В этом заведении Он смотрит на нас Что мы крутимся Возле этих весов Мы на них стоим Мы там общаемся И этот парень Говорит нам Ребята Я хочу вам сказать Что эти весы поломаны И мы так посмотрели Друг на друга Я думаю Слушай, ну откуда ты пришел Такая хорошая была У нас новость У нас такая радость Кажется А ты вот проходя Мимо нас Ты раз Нам раз И все отрубил Вы знаете Очень часто В пример того Когда есть весы Божьи Когда в Алтасару Было показано И было сказано слово Был взвешен И найден Каким Легким Очень часто Мы можем встать На весы И стоять на них И говорить Какой у меня Хороший результат Я могу смотреть На свой результат И восхищаться им Перечислять Свои доспехи Свои достижения Но Бог смотрит На мои же весы На мой же вес духовный Смотрит Бог Своими глазами И взвешивает меня Особо по-другому И говорит А в моих глазах Ты легкий И вот казалось бы Что я что-то вижу Хорошее в себе А Бог говорит А я вижу совсем Все по-другому Я бы хотел сегодня Призвать нас Чтобы мы Смотрели Что весы В которые меряет Господь нас Он определяет нас Совсем по-другому Наши дела Наши поступки Все что мы имеем То как мы Ему служим Вот это имеет вес Для Бога Вот это вес Имеет только Тех духовных качеств Когда Бог Смотрит на нас И оценивает Нас особым весом И я хотел бы Сегодня сказать И пригласить И напомнить Поручение Которое Сказал Сам Иисус Матфея 28 глава 18 стих И приблизившись Иисус Сказал им Да нам не всякая Власть На небе И на земле Итак Идите Научите все народы Крестя их Во имя Отца И Сына И Святого Духа Учая их Соблюдать все Что я повелел вам И сея с вами Во все дни До скончания Века Аминь Как вы думаете Это было Сказано ученикам В повелительной Форме Идите Или это было В такой Как бы сказать В форме Как просьба Хотите идите Хотите не идите Это было повелительное Мы все понимаем Что Иисус повелел Им это делать И вы знаете И то что Иисус повелел Я бы хотел сегодня Это нам напомнить Что мы должны Это повеление Исполнять И вот чтобы Исполнить это повеление Я приглашаю вас Вместе со мною С нашей музыкальной командой Группой Левит И церковь Люди Братья, сестры Молодые Юноши Девицы Кто желает Исполнить это повеление Вместе с нами Мы приглашаем вас В поездку В Молдавию Которая будет В этом году В августе месяце Вторая неделя августа У нас будет служение Которое мы будем Обговаривать Что мы будем там делать В какие церкви Мы будем туда ездить В какие дома Мы будем посещать И что мы будем делать В этих домах Мы будем не только Петь и проповедовать Но мы будем И служить Своими руками Мы будем Есть кое-какие Идеи Планы Что мы будем делать Даже что-то по строительству Где мы будем работать Поэтому Я призываю всех Кто желает Поддержать наше служение Кто желает Сказать Господь Я хочу Исполнить Это повеление Поэтому Если вы желаете Пожалуйста Начните думать Об этом Начните молиться Об этом И пусть Господь Просто Прикоснется К твоему сердцу И я уверен Что каждый Найдет Своё служение В теле Господнем Мы будем Служить Ему Тем даром Что умеем Мы будем Служить Петь Проповедовать И будем делать Все во имя Господа Мы будем Говорить Какой наш Бог Какой Он Великий И почему Мы это Делаем Благослови Господь Каждое сердце Во имя Его Я призываю Вас У нас будут Встречи Проходить И будут Эти общения Будем Обговаривать Кто Хочет Туда Ехать Кто Кто Поедет В Молдавию Впервые Скажем Вам Так Некоторые Люди Никогда Там Не были И это Хорошо Они Должны Увидеть Мы Должны Увидеть Реальность Жизни Как Было Сказано Братом Как Там Живут Люди В Молдавии Нет Войны Но Все Таки Экономическая Составляющая И Бедная Страна Это Присутствует И Мы Будем Видеть И Служат И Будем Также Светом И Примером Другим Как Служим Мы Пусть Господь Благословит Нас Вы Знаете Многие Мой Номер Телефона Поэтому Родители Благословите Ваших Детей Поддержите Их Если У них Есть Желание Поддержите В этом Желание Пусть Едут Пусть Трудятся Пусть Господь Благословит Сердце Каждого Из Нас Мы Приглашаем Вас На Миссионерскую Поездку В Молдавию Которая Будет Организована Нашей Церковью И Церковь Нас Поддержит И Благословит Благословите Ваших Детей Исполнить Поручение Которое Сказал Нам Христос Аминь Следующий После Меня Участвует Вы Видите Список Кто Должен Быть Приготовлены Богдан Пожалуйста Ваше Пение Церковь Божия Мир Вам Христос Воскрес Христос Воскрес Христос Воскрес Сидайте Головна Думка Цієї Пісні Яку Ми Проспіваємо Від автора Вона Говорить Про те Що Будемо Жити Будемо Жити Будемо Жити З Ісусом Христом Не З Собою Не З Роботою Тільки Нечим З Іншим З Сім'єю Із Ісусом Христос І дуже Гарні Є Слова Там Ми Звільнені Христом У цьому Світі Діти Хто Не Тварини А Діти Звільнені Ісусом Христом Діти І Дякуємо Йому За Наші Дні Для нас Дні Хіба Ще Трохи Довші В нас Дороги Жорсток Ісус Зустрічаються Слова Бувається Високими Пороги Зате Душа Співає Для Христа Зорі І Вітер Могли І Квіти Серце Зі Квітер Божим Теплом Будемо Жити Будемо Жити Будемо Жити Зі Ісусом Христом І Музика Для Нас Так Сам Грає Пустую Діти І Луна І Смі І Слави Бог Христа Зі Зі Для Цього Нам Дарова Нежиття Зі Зі Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дорогие братья и сестры, слава Богу! Позвольте мне тоже вас поприветствовать. Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Аминь! Аллилуйя! Слава Иисусу! Сегодня праздник! Аминь! Я буду по-глизски, вот переводчик подошел, и я вспомнил, что мне надо по-глизски проповедовать. Спасибо! Спасибо! You know, it's been a wonderful, wonderful weekend. И была прекрасная неделя. У нас была прекрасная погода. You know, this, I did something that I did last year. I made a mistake. So, I have a few little garden beds at my house. And I would like to plant something there. And you know, yesterday I went to the Feed Hardware store. And I don't know if anybody has this one. You guys maybe might go to Home Depot, McClendons, or wherever. And if the sun's out, it's spring, you know, you walk by the planting area. And you're like, okay, I'm gonna, yeah, I should grab this tomato plant, I should grab this cucumber plant, I should grab these seeds and stuff. И вы начинаете думать, ну, надо купить это растение, ну, помидоры, огурцы, семена, закупить. I did this yesterday. I did this last year as well. Я также это в прошлом году делал. See, but the problem is, so I come home with, you know, I had a big box with all these plants, and so I'm coming home with it. I was on a truck, I had to put it inside the cab of the truck, so the wind doesn't blow over my tomato plants. So I'm being so careful with this, right? And so I bring this home. And I am so excited. And then my wife reminds me of something. Because I made this mistake last year. And she's like, Stan, but the garden beds are full of weeds. Она говорит, ну, Stan, эти клумбы, они полны плевелов. Are you, you know, when are you going to plant this? And she reminds me of what happened last year. Because it's the same thing, I bought these things, I put it by my garage, and they stayed there until I got like 90 degrees in July. You know, often times we come to church. We hear the word of God. And it sounds good, it sounds so great. But we don't plant it into our lives. Because our heart, the soil in our heart is not prepared for that to be planted. And we could go through it like me. I have plants from last year that I still didn't plant. Because the soil wasn't made. And these bulbs, I, you know, I try to plant some of them like during the fall and stuff, but it didn't work out and stuff. They shriveled up and they dried. But often times, But often times, we don't prepare our heart when we come here. We're busy with life. We have a family to take care of. We have a job to hold. And throughout the week, we get all these weeds up in our heart. And then we don't do nothing about it. And then we come here and we're like, Wow, that was such a great word. And we just put it by the garage. And it's never planted. So I want us to really prepare ourselves for what God has already said and what God's going to say today. We don't have much time, but I want to say a small testimony and leave us with a thought. You know, when I went to Ukraine the past several months ago, there's so many things to share. We had a little video prepared for you, but we're not going to show it because of the time. But what you did here, the prayers and the blessings that you sent us with, it changed so many lives. And it's continuing to change lives. So may God bless each and every one of you for your prayers, for your concerns, for your blessings. You know, the family of Jesus Christ, the body of Jesus Christ, it works so beautifully. I know that even when I was in Ukraine, I had some, you know, people call me here from our church, and they said, Stan, we're praying for your team. We've been fasting for the team because we're one body, and we felt it, brothers and sisters. We went to Alevsk, where we know that the brothers and sisters from Maester is there from that region in Ukraine. And one thing that really, really surprised me, so they prepare missionaries and they send out these missionaries to different villages and towns that don't have a Christian community. And we went to a few of these points. And we just went to a few of these points. But there's many of these points. And their church is much smaller than ours. And so we drive over to these places where these missionaries are at. And this group of people, they surprised me. So the first group of people that I meet, young brother and sister. Maybe high 20s, maybe, I mean, high teens to like low 20s. Dedicating themselves to serving God. It went to another point where there were four brothers and sisters. And these brothers and sisters, they're there serving there. They're dedicating their lives to God. They're dedicating their lives to the gospel. I really appreciated the invitation that Oleg gave to each and every one of us today to go on one of these mission trips. because this call is from our Lord and Savior, Jesus Christ. So I recall when I see these young brothers and sisters, and I'm thinking to myself, what are they doing? They have their whole lives in front of them. What are they doing here? Aren't they concerned about their futures? Aren't they concerned about their careers? Aren't they concerned about getting married? Where are their parents? How can they trust them to go out to this place? And some of these places, they're cursed, I could say. We went to a place where out of the ground, out of the ground, the cursed ground, right? The ground was cursed in the very beginning. Then out of the ground comes these flies and ticks and they attack people and they give people a whole bunch of bites and they itch and stuff. We went to another place where there's the pastors from the Orthodox Church. They come and they curse these young brothers and sisters. They come and tell them, you don't belong here, get out of here. And each one of them, they're still there working and serving our Lord and Savior Jesus Christ. No matter the circumstance, no matter if they appear like they're not supposed to be there, they're there serving. I want to read to read a story for us. This is in Mark chapter 14. Right before Jesus went to the cross. Mark chapter 14, verse 3 is where we're going to start and I'm just going to read this in English. And while he was at Bethany in the house of Simon the leper, as he was reclining at the table, a woman came with an alabaster flask of ointment of pure nard. Very costly. She broke the flask and poured it over his head. Talking about Jesus here, right? There were some who said to themselves indignantly, why was this ointment wasted like that? For this ointment could have been sold for more than 300 denarii and given to the poor and they scolded her. But Jesus said, leave her alone. Why do you trouble her? She has done a beautiful thing to me for you always have the poor with you and whenever you want you can do good for them. But she will not always have me. She has done what she could. She has anointed my body beforehand for burial. And truly I say to you, wherever the gospel is proclaimed in the whole world, what she has done will be told in memory of her. Brothers and sisters, the story of this woman, we know that this woman is Mary reading from the other gospels like the gospel of John. She did something that did not make sense. I mean, today we understand it because we have the benefit to know the entire gospel. We know that shortly after Jesus Christ went on the cross and he died for our sins and he rose on the third day. She didn't have the benefit to know that. But she did something that did not make sense. And here we see the disciples. They scold her. What did you just do? Do you not understand what you just did? You know, sadly, when I was there looking at these young brothers and sisters that have dedicated their young lives to Jesus Christ. I was like these disciples. I'm thinking, what are you doing? I even asked one of them, aren't you concerned about your future? What are you going to do? And they said what God did for me. This is nothing. And I'm a deacon. This is a young brother. It convicted me. Because you see, something happened in Mary's life. She experienced something. We know that she experienced the resurrection of her brother Lazarus. We don't know much more about Mary, but God did something in her life. that she gave something up that didn't make sense. See, brothers and sisters, if we understand the price that was paid for us, if we understand the price of Jesus Christ for our life, that we have been redeemed, that we have been saved, then all of this that we do, or whatever God's calling you to do, it's not a sacrifice. It's a privilege. A privilege to serve God and to give him the very best. So I ask you today, brother and sister, a young person, an elder, have you ever broken the alabaster flask of ointment for Jesus Christ? Have you given something that somebody around you says that doesn't make sense? Because coming to church every Sunday, brothers and sisters, that's good. You might even call that some kind of sacrifice. That's just a plus to being Christian. You've got something to do on Sunday. We need to do more, brothers and sisters. We have to give up those things that people around us will say, what are they doing? Because what Jesus Christ did for us is more than we could ever do for him. So as we go into prayer today, I want us to examine ourselves and ask ourselves, did I give up that alabaster flask that was one year of wages? How much do you make? 100,000, 150,000, I don't know, maybe 60,000, I don't know how much you make, but it was one year of wages. And she gave this up. And it didn't make sense to the disciples that walked with Jesus every day. And I came on a mission trip, and seeing what these young people were doing, it didn't make sense to me. But the Holy Spirit was convicted me. Maybe today the Holy Spirit is speaking to you. Maybe God has been pulling on your heart for a long time to do something that doesn't make sense. something that might seem radical. Listen to the Holy Spirit. And don't be afraid to take that step. Because what Jesus did for you, that what we could give, that what we can do, is a privilege. Let us go to our knees and pray. Skull. Hallelujah. God, we glorify you, Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Мы благодарим Тебя, Господь Дай нам силы, Господь Иисус Дай нам силы и мудрости, Господь Делай ту работу, которую Ты к нам призываешь, Господь Мы прошим благослови эту церковь, Господь Чтобы мы дальше, Господь, были действительно миссионерской церкви, Господь Аллилуйя, чтобы мы помогали миссионерам, Господь, чтобы мы отсылали миссионерам, Господь, на точки, куда Ты живешь, Господь Работай через нас, Господь, работай через нашу церковь, Господь Мы просим этого имя Отца, Сына и Святого Духа Аминь Отче наш, суши на небеса Да сняется имя Твое Да придет Царствие Твое Да будет воля Твоя И на земле, как и на небе Хлеб наш на суши Подавай нам на каждый день И прости нам долги наши Как и мы прощаем долг векам нашим И не веди нас в Твои искушения Но избави нас от Духа Ибо Твое и Царство И сила, и слава Во веки Аминь Аллилуйя, церковь Мы будем дальше служить Дальше работать для Иисуса Аминь Аминь Слава Господу, братья и сестры Начинаю с одного очень простого, но интересного объявления В прошлое воскресенье на партинге Был найден конверт, банковский конверт С деньгами внутри Кто скажет, какой был конверт И какая там сумма Тот получит его обратно Хорошо? А если же нет, мы его направим где-нибудь на полезные цели В служении нашей церкви Братья и сестры 13 мая у нас членское собрание И мы имеем вопросы, которые мы должны обсудить вместе Поэтому, если кто-то запланировал какую-то поездку или еще что-либо Вот, ну пожалуйста, как-то на 13 мая смените, чтобы быть в собрании Это суббота, членское собрание нашей церкви Благослови вас Господь У нас есть несколько объявлений, которые касаются наших служений на этой неделе Хотя все служения в обычном графике и распорядке Вот следующее воскресенье Хлебопреломление Мы готовимся к этому служению Читаем Слово Господне Размышляем, молимся Молимся о том, чтобы Господь благословил нас и нашу церковь Господа друг за друга Благодарим Господа за Кристину Текменджи Мы молились, и она благополучно родила Вчера Даник Текменджи прислал мне красивую, очень красивую фотографию Ихней маленькой бебечки Вот, и мы благодарим Господа Вот у нас есть причина для радости Благодарим Господа за всех наших именинников Хотя у нас сегодня нет ни одной открытки поздравительной Ни одной записки Но тем не менее мы знаем, что в церкви есть именинники Мы поблагодарим Господа за всех наших именинников Слава нашему Богу Мы помолимся друг за друга Наш брат Борис Горош сорвал спину И вот, видите, его нету уже некоторое время в церкви Вот, мы помолимся, чтобы Господь исцелил его Вот, и дал ему милость, чтобы его спина работала, как полагается В спине Несла все основные нагрузки У нас есть несколько записок Благодарю Бога За ваш труд Благодарю сердечно сестра ваша С таким обращением приятно помолиться, правда? Вот, наша сестра хочет, чтобы мы, как церковь, как братья и сестры Помолились Господу, чтобы Господь явил милость ее мужа У нас есть нужды, которые мы всегда, как бы, говорим при лицем Божьем И мы помолимся и об этих нуждах также Наше служение English Service на 1 час дня Пожалуйста, кто готов быть и на втором служении Благословений всем вам Если есть какие-то еще нужды, просьбы Помолиться за Славика Хорошо, мы помолимся Если же нет, тогда мы встанем для молитвы и поблагодарим Господа Господь, слава Тебе, честь Тебе, хвала и поклонение за все Наш любящий, дивный, чудный, праведный Господь наш и Бог наш Благословенный, благословенный, благословенно имя Твое святое Мы радуемся Тебе, Господи Боже, и славим Твое святое имя Тебе одному за все добудет честь, слава, хвала и поклонение Бог наш, имени Твоему, честь, слава, хвала, Господь Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя Господь наш и Бог наш, мы благодарим Тебя за сие служение Мы благодарим Тебя, что Ты Бог нашей жизни и нашего спасения Научающий нас полезному, Господь, слава Тебе Господь, мы сегодня поклоняемся, благодарим Тебя, прославляем Твое святое имя И молимся Тебе, нашему Господу, молимся за наше служение Молимся за церковь нашу, молимся за братьев и сестер Молимся за тех, кто болен, молимся за именинников нашим Благодарим Тебя за тех, кто сегодня имеет радость Молимся Тебе о тех, кто имеет печаль, Господи Господь, дорогой, мы благодарим Тебя, что Ты Бог наш, слышащий нас и отвечающий нам Господь, и нам весьма приятно осознавать, что как Небесный Отец Ты всегда простираешь руку Своей милости и помощи Своим детям Для славы Твоей, Господь Благослови все служения, которые будут еще и сегодня и на предстоящей неделе, Господь Благослови, Господи, хлебопреломление, которому мы готовимся Боже, Твоя милость да будет над нами во имя Иисуса Христа Благодарим Тебя за Кристину, благодарим Тебя, что Ты благополучно провел ее через роды, Господи Боже Господь, и дитя здраво, и она здраво, слава Тебе, Господь, благодарим Тебя за это Поклоняемся Тебе, Бог всемогущий Брат Игорь, благодарить Тебя за то, что его дочь благополучно приехала в таком, Господи Боже, вместе с детьми Господь, мы благодарим Тебя Усмотри нужду и этой семьи, Господь, да будет Твоя благодать над ними во имя Иисуса Христа Бог наш, мы просим Тебя, благослови и услышь, Господи, просьбу сестры, которая обращается к Тебе за своего мужа И просит нас, как церковь, вознести эту молитву, что мы и делаем с желанием и радостью, Господь Чтобы Ты явил Твою милость и Твое благословение нашей сестре, Господь, услышав просьбу ее во имя Иисуса Христа Мы благодарим Тебя за всех тех, кто сегодня нуждается в Тебе, Господи И кто возносит молитвы и прошения за друзей, за близких, за родных Как Валерий Дмитриевич все время говорит, за славика помолиться, Господь И мы так же совершаем эту молитву Молимся Тебе и о больных детях, молимся Тебе и о тех, кто страждет, Господь Твоя милость и Твоя благодать да будет над нами, народом Твоим Во имя Иисуса Христа Твоё благословение очень дорого и очень важно для нас, Господи Твоим благословением мы желаем быть наполненными и дорожим им, Господь Да будет Твоё благословение над каждым из нас, над именинниками нашими Над всеми теми, кто имеет радость в сердце своем, Господь Да будет Тебе честь, слава, хвала и поклонение наш любящий Бог, Отец и Сын, Дух Святой Аминь Благодать Господа нашего, Иисуса Христа, и любовь Бога Отца, и общение Святого Духа Со всеми нами, Аминь Господь да благословит вас, братья и сестры Мир Божий да будет слава